Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на те перемены, которые произошли в последние годы в Кузбассе. Глава Совета Федерации подчеркнула, что мощная подготовка к 300-летию Кузбасса дает свои результаты. В ходе пленарного заседания, выездной сессии Евразийского женского форума, глава Совета Федерации поблагодарила руководство и всех жителей Кузбасса за хорошую подготовку форума и гостеприимства. Исторически так сложилось, что Кузбасс нас ассоциирует прежде всего с мужским характером, с тяжелым трудом, с суровой работой в шахтах, на заводах. Но благодаря женскому форуму, который проводит в Кузбассе, мы видим, сколько успешных, целеустремленных женщин работает на вашей земле. Сегодня в Кемеровской области женщины составляют почти половину всех занятых, в том числе и на промышленных предприятиях. Они занимают значительную долю руководящих должностей на производстве. Сегодня мы видим, что остается все меньше чисто мужских профессий, Чему способствует, безусловно, улучшение условий труда. Нет такой сферы, где бы женщины не проявляли себя и не добивались успеха. И глядя на вас, на таких красивых, уверенных в себе, понимают, что судьба промышленности, да и всего Кузбасса точно в надежных руках. С открытием выездной сессии участников поздравил губернатор Сергей Цивилев. Женщины всегда были в Кузбассе одной из серьезных движущих сил. Роль лидерства женщины сохраняется. И проблемы, и задачи общие для всех. Надо вместе искать эффективные пути их решения. Во время пандемии сформировался девиз «Мы вместе». Только так мы можем решать любые вызовы, задачи, которые стоят перед нами, сказал Сергей Цивилев. В выездной сессии Евразийского женского форума в Кузбассе принимают участие около двух тысяч женщин. Организовано более тысячи точек трансляции. Предусмотрен сурдоперевод. Темами обсуждения стали роль женщины в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира, повышение роли женщин в обеспечении устойчивого развития современного мира, женский взгляд на индустрию спорта, роль женщины в период глобальных вызовов, женское лидерство в сфере цифровизации, роль женщины в бизнесе и науке, женское здоровье и другие актуальные вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова